Добрый вечер! Пророк у нас был недавно. Тоже с 22 февраля. Ой, точно. Я про него уже забыл. Dream Theater, да. Они все выпустили. Почему-то все металлисты, по мне это нелогично. То есть куча известных, таких бывалых металлистов, взяли и выпустили альбом в один день. Зачем? Чтобы самому себе конференцию создать? То есть это же бессмысленно. Есть образный... Это вот у нас все скачивается, да? За рубежом люди покупают носители. Или скачиваются деньги с интернета. То есть такой образный металлист там, не знаю, любого возраста, без разницы он такой, вау, Dream Theater выходит. Куплю. Оверкил выходит. Куплю. Кэндл Месс. Уже не куплю. У меня деньги кончились. Это же школьники. У остальных... Нет, жена и жена не разрешают столько денег. Между дворами, знаешь, во сколько стоит на Амазоне новый альбом Оверкила? 17 баксов. 17 баксов? 17 баксов, да. Но это для тебя нищеброда российского. Это дорого. А для нормального американца из Калифорнии с Силиконовой долины? Ладно. Товарищи сам все из Силиконовой долины. Логичнее было бы в разные недели хотя бы. Ну, может быть, да. Но с другой стороны, может быть, они такие... Пост на Амазоне популярности такие. Например, выпустил Dream Theater. Чувак купил такой. Блин, господи. Что-то еще хочется. Еще же Оверкил выпустил. Такой. Да, это тоже круто. И еще этот. Метал хайп произошел, да? Да, метал хайп. Но они на волне хайпа. Вот, возможно, сейчас, как на волне хайпа по Фредди Меркури все начнут стать бисексуалами и играть веселый глэм. Кто его знает? Возможно, сейчас новые глэм-группы подрастают. Ну, ладно. Даже Оверкил, когда в следующий раз будет альбом записываться, и он веселый глэм начинает гей-глэм играть. Все, может быть. Все, может быть. Глэм-метал как бы. Оверкил! Это легенда трэша. Это их 20-й альбом. Они никогда не будут играть гей-глэм. Нет! Есть четыре кита, да? Четыре столпа трэша, будем говорить. Металик, Мегадеф, Антракт Слейер. Вот, это столпы. Четыре столпа. А есть авангард еще. Авангард идет... Ну, как у Ленина. Пирамида, надстройка, базис, короче. Так вот, под верхушкой идет такие группы, как Оверкил, как раз. Они находятся в авангарде трэш-метала. Это всегда очень стабильная группа, которая... На первом альбоме, после первого, который ныне считается легендой трэш-метала, великим альбомом, они как поймали свою трэш-волну, так, в принципе, никуда не особо не опускались, но и суперзвездами не становились. Они были всегда ровно. Примерно каждый год, год-два выпускали по альбому. До сих пор, вот как с 80-х выпускают, так и до сих пор выпускают. Все стабильно, и они практически всегда в билборде. Где-нибудь там, в топ-50, например. Ты имеешь в виду общий билборд по всем жанрам. Да. Билборд 200. Да, билборд 200. Они прямо... Оверкил. Оверкил, да. Трэш-метал. Да. Блин, я люблю все-таки Америку этим. Ну, как бы не то, чтобы там... Ну, у них просто вот такая музыка может пойти в билборд 200. А, кстати, самое удивительное, что их самый популярный альбом, самый продаваемый, Horror Scope, был 91-го года. На волне гранжа почему-то. Они прямо... Он и в билборде лучше всего и продавался лучше всего ни с того ни с сего. Неожиданная ситуация. Да. Хотя мне он не особо понравился. Ну, там олдскульный трэш. Я, честно говоря, не большой фанат именно олдскульного трэша. Я, например, признаю, да, наверное, альбом, там, Киломол, Металлик, имел огромное влияние на трэш-метал, в принципе, на стиль. Но мне он не очень нравится. Мне... Почему? Потому что мне не нравится жидкий звук. Я считаю, что в трэш-метале важнее всего плотные риффы, плотные гитары и мощная ритм-секция. Что в 80-х, особенно в США, было невозможно. Потому что вот это вот ровное выставление ручек в 80-х в Америке, вот это непонятное продюсирование, непонятно, кому оно почему-то людям очень заходило, оно максимально не подходило к такому стилю, как трэш-метал. А трэш-метал, думаю, именно в США. Ты хочешь сказать, что это плотно сейчас? Это, конечно, это очень плотно. Просто мы тут, мы просто, когда рассматривали в свое время Candle Mass, вот Doom плотный, а трэш, я бы не сказал, что он плотный. Ну, по сравнению с Doom, конечно. Для трэш-метала это реально плотный звук. Ну, хорошо. Здесь все очень четко. Четко, мощно, драйвово. И именно мне вот не нравится поздний трэш. То есть, трэш-метал усиливал свое звучание в течение времени и с изменением звука. То есть, в 90-х трэш-метал уже был помощнее, чем в 80-х. А в 2000-х, по мне, началась золотая эра трэш-метала. Потому что, кроме как хорошему авторству, ну, не к тому, что, например, какая-нибудь группа типа тот же Overkill, они все и тогда умели писать, и сейчас умеют писать. Ну, тогда они звучали не мощно, теперь они звучат мощно. Сейчас мощно, и они не разрешились писать. А вообще должны были по-хорошему. По-хорошему должны были. И, кстати, нужно отметить, что в последнее время я много альбомов их слушал. Чем дальше, тем лучше? Нет, там волнами. То есть, бывали хорошие альбомы, бывали похуже, бывали так себе, а это прям сочное. По мне это вообще лучший альбом. Вот я вот прям скажу, что вот это лучший альбом Overkill. Потому что здесь наибольшее количество песен вот именно в сочных. Здесь нет ничего проходного. Может быть, одна-две вещи проходных. Прямо альбом, он не дает тебе вообще остановиться. Тебя вот трэшит же перемалывать, да, вот тебе вот этот грайдинг-машин тебя берет и пережевывает вот эти вот колеса таким. Не, ну, создается впечатление действительно очень ровного альбома с точки зрения того, что нету плохих песен. То есть, ты слушаешь все как-то так вот на одной волне, на одной волне, и не хочется отвлечься, не хочется там... Просто я небольшой фанат, наверное, стиля трэш-метал, но там я не скажу, что вот эта песня мне нравится больше, чем вот та или вот вся. Но они все неплохие, то есть, все ровно хорошие. Но мне этот трэш-метал... Я тоже небольшой фанат трэш-метал, но мне этот альбом зашел прямо на уровне... Ну вот, предыдущий такой крутой трэш-метал это был Death Magnetic в Металлике, который тоже был идеально записан, там не было проходных песен, он был очень мощный, великолепный. И также вот это вот... Такого же уровня. И он не такой несовременный, то есть, в нем нет никаких вкраплений лишних. Это все-таки трэш-метал. То есть, это именно трэш-метал. Это не какой-то современный там, непонятный, а именно просто трэш-метал. То есть, это должно зайти как и классическим любителям классического трэш-металла, олдскульного, так и, в принципе, современным любителям. И даже может нормально зайти поклонникам просто хэви-металла, потому что он не радикальный. Он спокойный, да. Наверное, поэтому он не зашел. Ну, как бы так. Потому что он что-то не вызывает раздражения. У меня просто крайности в стиле разных трэш-метал, там, black-метал и прочее, но их крайности вот это... Обычно это слушать... Ну, действительно, только какой-то суперподготовленный человек должен. Ну, а вообще у меня в данный момент получается так, что это на данную минуту это лучший альбом года. Ну, правда, прошло мало, но... И какая это же твоя оценка? Восемь с половиной. Восемь с половиной? А, чуть с половиной. Восемь с половиной. Невероятно. Невероятно успех. Я его просто скачал. Я редко такое у меня бывает, когда я... Ну, я честно скажу, я скачал, конечно. Я не купил за 17 баксов, я скачал. Ну, я прямо раз за разом прям прогонял, прогонял. Прям раз за разом. Я очень редко так делаю. Я обычно выбираю несколько песен, А здесь прямо вот раз за разом. Прямо зашло. Прямо драйвуха. Очень советую вам, Константин, послушать новый альбом Overkill. Если вам нравится трэш-метал, обязательно. Нравится хэви тоже, обязательно. Если вы, например, не знакомы с трэш-металом, плохо знакомы с трэш-металом, то это, кстати, хороший способ поближе войти в трэш-метал и, может быть, и потом уже начать отматывать обратно. Хорошо. Overkill. The Wings of War. Субтитры сделал DimaTorzok